Конечно же, не обязательно, чтобы наши ценности менялись радикально. Мы станем похожи на проститутку тогда, когда меняем наши ценности под угоду ситуации. Это не значит, что нам нужно стать хамелеоном. Но нет, это не обязательно, слава богу. Но что важно, заметить, что ваши ценности меняются со временем, хотя бы по чуть-чуть, понемножку, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Почему это важно? Как ни странно, гибкость трансформации своих ценностей делает нас гибкими, а следовательно, делает нас сильнее. Видите, какой парадокс? Мы вроде меняем ценность, вроде придаем то, во что мы верили, придаем то, во что верили наши отцы и деды, но мы становимся сильнее. Знаете почему? Потому что столкнувшись с какими-то экстренными обстоятельствами жизни, мы будем гораздо более устойчивыми. Хуже всего кризисы переносят люди те, у которых ценности представления о себе о мире наиболее ригидны. Как говорили у нас в детстве, чем громче шкаф, тем сильнее падает. Поэтому чем ригиднее убеждение человека, тем более он уязвим. Ну представьте себе, известный этот эксперимент, наверняка он из притчи в притчу происходит, когда предлагается поломать какие-то сухие прутья и когда предлагается поломать прут свежий, только что сорван из живого дерева, например, его поломать очень трудно. Почему? Потому что он гибкий, потому что он может трансформироваться, он может сгибаться. Для того, чтобы сделать лук, важно делать его не из сухого дерева, потому что в противном случае он просто треснет. Так и в реальной жизни. Если ваши ценности, ваши представления о мире убеждения время от времени меняются хотя бы незначительно, по чуть-чуть, значит вы становитесь сильнее и гибче. Если же вы становитесь ригидным, вы становитесь уязвимым по отношению к ударам судьбы, а эта штука довольно опасная. В некотором смысле, с точки зрения вот этой концепции, которую я описываю, она принадлежит в гештальтерапии, именно Фридсу Перлзу. Личность, по сути, это невроз. Что такое личность? Это набор неких, соответственно, психических свойств, состояний, образований, знаний, навыков, умений и так далее, которые довольно ригидны во времени, не изменяются. Есть даже такое представление конституциональные свойства, они со временем не меняются. Так вот, по сути, то, что противоречит принципу творческого приспособления, является неврозом. Поэтому очень важно внимательно относиться к тому, как вы изменили за последнюю неделю, за последний месяц, за последний год, за последние пять лет. Для психотерапевтов я предлагаю вообще такой тест. Вот на своем вы месте или нет. Если меня смотрит психотерапевт, попробуйте это к себе применить. Вот скажите, пожалуйста, за последние пять лет, если вы чувствительный человек и чувствуете себя опытным терапевтом, задайте вопрос, за последние полтора-два года, потому что это задание будет труднее, изменился ли ваш терапевтический стиль, ваши некие представления и концепции о психотерапии, ваши взгляды и ценности профессиональные, да или нет? А если они не изменились за пять лет, быстренько задавайте себе вопрос, а изменились ли вы как профессионал за последние 10 лет. Если нет беда, скорее, вы занимаетесь не психотерапией, а психопедагогикой. Психотерапевт-это тот человек, который постоянно изменяется. Психотерапия не может оставаться прежней. Если ваш терапевтический стиль, ваши терапевтические взгляды, ваши терапевтические ценности не претерпели сколько-нибудь важных изменений за последние пять лет, скорее всего самое время пойти на терапию или обратиться за супервизией. Думаю, что так характерны не только для психотерапии, а для любой профессии. Итак, самое время задать вопрос, а изменился ли я за последние пять лет на уровне представления о себе, своих убеждений и ценностей. Вам есть над чем подумать. А с вами был я, Игорь Погодин. Если вам понравилось видео, как обычно, ставьте лайк, делитесь с друзьями, может быть это окажется еще кому-то интересным. До встречи в новых видео. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok